Ну что ж, и далее эту тему в разговоре также продолжим с Вадимом Крохмалем, депутатом Купенского городского совета Харьковской области. Здравствуйте, Вадим. Да, добрый день. Ну что ж, видим очень много уже фотографий в социальных сетях, в свою очередь, также, что восстановление на временно оккупированных, уже ныне освобожденных территориях происходит довольно-таки быстро. Речь идет о выдаче пенсий, речь идет о восстановлении работы почты, речь идет о том, что коммуникационные мосты восстанавливаются. И, в свою очередь, Владимир Зеленский об этом также сказал. Он сказал, и в свою очередь, что на деоккупированных территориях Харьковской области также продолжается восстановление максимальное, возобновляются выплаты пенсий. Давайте услышим с вами вместе президента Владимира Зеленского, и это обсудим вместе. Пожалуйста. Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на освобожденную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Как пример, в Балаклеев, Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми. Да, это абсолютно правильно. Потому что невыплата пенсии это был основной аргумент оккупантов. Потому что, смотрите, вас Украина бросила. Но, опять же, я знаю абсолютно точно, что государство не бросало ни единого пенсионера, потому что всем заходили деньги на карты исправно. Это те, у кого были оформлены карты. И, естественно, по логистике невозможно было завести деньги физически, которые обычно разносили почтальоны. Ну и, соответственно, на этом оккупанты играли. Как на многих других вещах. Потому как весь город обманут. И очень многие выехали сейчас уже во время обстрелов. Потому что сейчас Купенск обстреливают достаточно интенсивно последние три дня. И, опять же, оккупанты просто доказывают в очередной раз ту позицию, что они страна-террорист. Потому что стреляют исключительно по мирному населению. И, собственно говоря, все. А что касается того, что Украина никого не бросает, сейчас люди потихоньку после оккупации начинают в это все-таки верить и понимать. И это очень классно. Это очень круто. Это и пример. Фактический пример. А скажите, пожалуйста, некоторые отдельные населенные пункты Харьковской области, я не буду обобщать, но в целом есть населенные пункты, которые были оккупированы уже около шести месяцев. Некоторые даже и больше. Как люди выживали там? Опять же, в свою очередь, речь идет о пенсионерах, о людях, которые, ну давайте говорить откровенно, не работоспособны. Куперск был сдан 27 февраля. То есть, соответственно, это уже практически больше шести месяцев. Что касается, как выживали люди. Естественно, где-то родственники помогали, которые остались. Кто-то устроил себе очень отличный бизнес вместе с теми же оставшимися коллаборантами. Что было самое противное и мерзкое, это когда нашим пенсионерам пытались обналичивать с их карт, которые платило наше государство деньги для того, чтобы они смогли как-то прожить. Там было очень много ужасных историй. Все рассказывать это займет очень-очень много времени. Поэтому выживали кто как мог. Более того, успешно перешедшие на сторону оккупанта те люди, которые должны были изначально представлять интересы людей. Опять же, там были гаражи, забитые гуманитаркой, которую непонятно где брали, обворовывая наши магазины и раздавая это как гуманитарную помощь. Там будет очень много грустных историй, но я думаю, что эти все истории будут уже написаны, когда мы победим и война уйдет из Украины полностью. Вы сказали, 27 числа город был сдан. А что будет с теми, кто сдал этот город? Ну, это больше вопрос к правоохранителям нашим. Возможно, известно уже. Кто эти люди? Возможно, по фамильям вы знаете. Там очень большой список. Не готов сейчас его разглашать, потому что это тайна следствия, как минимум. Естественно, знаю всех, знаю, как было. И я думаю, что все равно возмездие придет в любом случае к коллаборантам, потому что нужно читать историю. Было много примеров в истории во время Второй мировой войны. Та же Локотская республика. Я уверен, что всех коллаборантов настигнет кара, скажем так. Вадим, я понимаю, что тайна следствия разглашать нельзя, но хотя бы легкий намек. Это высшие чины, приближенные к власти, понятное дело, я имею в виду местные, коллаборанты, тех, которых вы называете? В чем проблема была Купенска? В том, что здесь самый главный коллаборант – это был мэр. А, соответственно, глядя на него, все пошло вниз по иерархии. И, соответственно, очень многие действительно начали сотрудничать, потому как им показали пример. Это вот тот самый случай, когда рыба огниет с головой. И там очень большой список. И еще по поводу людей и настроений хотели вас спросить, которых сейчас в Купенске. Вот, например, в Балаклее спрашивала местная женщина, местная жительница, говорила, кто просил Путина прийти в Украину? Она с таким вопросом к российскому президенту обратилась и говорила о том, что с ней пообщались, собственно говоря, наши корреспонденты телеканала «Фридом». Ее 49-летнего сына российские оккупанты убили в последний день своего пребывания в городе. Они просто вышли из-за угла и расстреляли машину, в которой он ехал со своим другом. Как мне дальше жить здесь? Как? Как? Он родился на украинской земле, здесь в Балаклее. Ехал с парнем. Человек мирной профессии, никогда никому плохого не видел. И вот так вышли из-за угла, из автоматов расстреляли. За что? За что? За что? Я хочу спросить у Путина, за что он расстрелял, убил моего сына. За что? Кто просил его прийти сюда с таким страшным оружием? Таких историй во всей Украине очень много. Сейчас вот эти истории мы все в Харьковской области наблюдаем. Это Балаклея, Покупинску. Как вы наблюдаете по людям, по их настроениям? С чем они сейчас обращаются? С чем они выходят? Те, кто возвращается сейчас в город. Вот с каким, знаете, как боевым духом они идут. Вот эта вера в победу возвращается вот то у людей, когда уже было какое-то глубочайшее отчаяние. Потому что и отчаяния было, и потерь очень много было в каждой семье. По сути, война коснулась каждого. Как сейчас у людей? Естественно, сейчас абсолютно поменялись настроения, потому как полгода в оккупации это очень тяжело. Потому что люди насмотрелись на ужасы, которые происходили. Все понимают, что оккупация это тяжело-плохо. А еще сейчас напоследок, когда это вот к истории о женщине, которая только что рассказывала об убитом напоследок сыне. Сейчас таких историй очень много. Сейчас, уходя, оккупанты просто обстреливают Купинск непонятно куда. То есть идет стрельба и по мирной застройке. Там, где точно нет никаких военных целей. Просто такое ощущение, что назло разрушить хоть что-нибудь. Соответственно, люди просто ненавидят. И хотят быстрее вернуться уже для того, чтобы просто начать нормальную мирную жизнь. Уже очень устали все. Очень много людей выехало. И в последнюю неделю так особенно. Мировоззрение у всех поменялось. И все очень ждут, когда наш генеральный штаб соответственно огласит о полной идее оккупации. На сегодняшний день этого еще не было сделано. По поводу возвращения людей в Купинск сейчас это достаточно небезопасно делать. И я призываю пока жителей немножечко потерпеть до оглашения официальной информации. Мало того, что сейчас еще идут обстрелы и возможно минирование и все остальное. Сейчас пока понимаю, всем очень хочется. Особенно тем, кто далеко от дома. Но лучше пока этого не делать. Но настроения, да, боевые. Все хотят домой, все хотят в украинский Купинск. А еще тоже по самой инфраструктуре города, по тому, что вы частично уже рассказали. Потому что сейчас на деоккупированных территориях Харьковской области начали масштабную уборку дорог и придорожной инфраструктуры. Говорили об этом мининфраструктуре. И вот за один день, 13 сентября, расчистили первые 10 километров. Параллельно начался процесс оценки разрушений инфраструктуры дорог и искусственных сооружений. По работе, по состоянию самого города, насколько он может жить сейчас в этих условиях, насколько много работы сейчас нужно сделать. И оценивали ли вы тот ущерб самому городу, который был нанесен, сколько нужно времени для восстановления? Работы будет достаточно много. Еще у нас есть немаловажный факт для всех сотрудников местного самоуправления. Это отопительный сезон. Сейчас ведь 15 октября уже начнутся холода. Естественно, работы будет достаточно много. Ущерб посчитать весь будет возможным после полной деоккупации, когда, возможно, будет зайти и на другой, то есть на левый берег реки Оскол, потому как там тоже достаточно много районов, которые нужно будет оценивать ущерб. Потому что по интернет-сетям очень много было видеоразрушений, которые больше к центру относятся города. Опять же, скажу, возможно, где-то это неправильно, может быть правильно, потому как каждое разрушенное здание – это чье-то горе. Но все отстроим. Главное, чтобы закончилась война. Ну и также, в свою очередь, мы уже видим публикации, фотографии с города Изюм. Я попрошу сейчас наших редакторов вывести на весь экран. Владимир Зеленский на своем официальном аккаунте уже опубликовал фотографии, что он находится как раз с командировкой там и подняли там флаг. Да, вот эти фотографии мы уже видим на наших экранах. Владимир Зеленский провел как раз церемонию поднятия флага. Он также сообщает, что поблагодарили всех, кто сражался на этом направлении. И приезд Владимира Зеленского, президента Украины, в освобожденный город, сразу же практически после деоккупации, сразу же после освобождения от российских военных, говорит лишь об одном – что Украина своих не бросает. И это подтверждает лично президент. Вот именно этот флаг, я хочу, чтобы его наши зрители также посмотрели, именно этот флаг сейчас поднят в городе Изюм. Жизнь там восстанавливается, о чем и говорила ранее Аня, касательно также и развития уже придорожной части, полностью уборка, восстановление, и правильно вы сказали, касательно отопления, и касательно прохождения зимнего периода. А вот тут уже последний вопрос, я думаю, мы успеем обсудить с вами. Скажите, пожалуйста, вы сами сказали, что в информационном плане 6 месяцев по факту людей напихивали этой российской пропагандой, что там бандеры, нацисты и так далее, это всем известно. Сейчас, как вернуть доверие людям? Вот вы человек, который непосредственно коммуницировали всегда с людьми. Как вернуть доверие к тем людям, на которых пропаганда это подействовала? Объясните, пожалуйста. Больше для возвращения доверия, чем сами оккупанты, не сделал никто. Они рассказывали, что мы пришли навсегда, что мы братский народ, и вообще вы практически россияне. И тут же сразу они начинают бомбить город. Все, доверие будет опять. Однозначно. И, скажем так, даже те, кто усомнился в том, что Украина кого-то бросила или не бросила, сейчас они видят все своими глазами и обстреливают их-то оккупанты. Это видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...